Амурской городской дендрарии ежегодно удивляет посетителей своей красотой и демонстрацией коллекции диких и домашних животных, а также растениями, которые находятся в стационарных условиях. В этом году на территории прошло благоустройство и приход новых растений. Подробности смотрите в нашем сюжете. Дендрария – это прекрасное место, где живут разнообразные растения, как декоративные, так и экзотические, а также домашние животные. Он меняется каждый год. И, конечно же, каждый год в летнее время визитная карточка этого заведения – лотосы, которые начинают цвестись с середины июля и до 1 сентября. Поэтому именно в этот период времени очень много гостей из городов Амурска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Поэтому выходные здесь просто наплыв. Интересно посмотреть и на лотосы, и вы видели, цветут сейчас немфеи, окрас их различный, можно наблюдать. У нас есть еще занесенные в Красную книгу водные растения, такие как кубышка японская, эвриала устрашающая. Эти эндемики Дальнего Востока занесены в Красную книгу Российской Федерации, и мы их выращиваем. Причем это самая северная точка произрастания данных растений. Дендрарий всегда рад гостям. Но и также он рад тем людям, которые приезжают взять семян какого-либо редкого растения, которые занесены в Красную книгу для дальнейшего размножения. Ведь задача дендрария – это не только разведение, но и вести в культуру растения, которые исчезают. Что мы здесь в этом году сделали нового? Вы видели, наверное, пешеходные дорожки. Во-первых, очень удобно сейчас для людей с ограниченными возможностями, физическими возможностями с ограниченными. Потому что дорожки все теперь плавные, во-первых, переход, все, можно и на колясках двигаться везде. Поэтому для них будет это очень удобно. Ну и, естественно, удобно и просто для всех людей, и детей, и взрослых. Сейчас дорожки хорошие. Вот. Теперь мы реконструкцию видели водоема делаем, потому что ему уже, он у нас самый первый, пришел негодность. Поэтому полностью демонтировали. Сейчас сделали бетонирование новое, новое. И вот там тоже будут цвести у нас лотосы. И хотим снова вернуть небольшой водопад. Там раньше он был, потом исчез, но теперь тоже возвращаем его на место. 21 августа Амурскому дендрарию исполняется 35 лет. Раньше он назывался Ботанический сад. Сейчас здесь находится большая коллекция как тропических растений, так и открытого грунта. Особенно богатая коллекция у нас – это открытого грунта. Дело в том, что вот такой богатой коллекции в Хабаровском крае ни одно учреждение не имеет. Ну, в частности, у нас же есть вот дендрарий, тоже города Хабаровска. У нас с ним и есть договор о сотрудничестве. Мы им помогаем, наоборот, растениями. Растения возили с нашей коллекции. Вот. Ну и сейчас вот планируем помочь им, чтобы у них тоже на территории лотосы цвели, евреала росла и так далее. Поэтому также мы дружим с Ботаническим садом Владивостока. Вот недавно я оттуда вернулся, привел новые растения. Вот как раз вы спросили, что нового. Мы всегда пополняем коллекцию новыми растениями. Мы испытываем, могут ли они в наших условиях произрастать для того, чтобы можно было потом озеленять. Вот, кстати, 65 лет город уже будет в следующем году у нас. И мы готовим очень большой объем посадочного материала. Причем новинки будут. У нас много сортов теперь ив, которые в наших условиях хорошо зимуют, хотя они есть и со Швейцарии, с европейской части Российской Федерации. Но, тем не менее, у нас зимуют. Им можно придавать различные формы. То есть город, конечно, можно украсить с помощью вот таких, вроде бы неприхотливых, но эффектных растений. В этом году оформили необычные клумбы, на которых собрана большая коллекция хвойных растений и молодил. Это все те растения, которые умеют зимовать. А все для того, чтобы с ранней весны уже была красота на территории. Кроме того, в Амурском дендрарии живут разнообразные домашние животные и не только. Здесь, в живом уголке у нас вот здесь хорек живет. Хорек сейчас на прогулке, он у нас гуляет. Ну, он приручен, он может у нас, мы его никаких не привези, ничего такого. Он просто у нас гуляет так, около нас. Здесь еще также имеются животные, это китайские шелковые декоративные курицы. Они есть желтые, розовые и синие. Я лично сам их видел. Здесь у нас только присутствуют одни белые. Также есть две курицы бролевских. И нам тоже старые их не владельцы, их передали нам. Они уехали отсюда, уже поменяли место жительства, с Дальнего Востока уехали. Ну и животных потихоньку к нам сюда завозят. В том году нам привезли гусей, пять штук. Тоже хозяева их не уехали с Дальнего Востока. Еще у нас здесь присутствуют кролики декоративные, вот они позади меня. Их очень много у нас, много маленьких деток развелось уже. Будем добавлять новые клетки делать, потому что помещение будет сейчас расширяться у нас зимние. Ну, потому что на зиму мы их убираем в теплое помещение, еще раз повторюсь. И нам еще мужчина вот привез, вот он сейчас, как вы можете наблюдать, вышел, пока людей рядом нет, он пугливый, соколенок маленький. Мужчина его нашел на дороге, нам привез. Сейчас у нас находится он на реабилитации. Он вырастет, когда у нас уже станет взрослым, окрепнет, можем выпускать на свободу. Мы диких-диких животных, мы выпускаем на свободу. Также на территории дендрария живут индоутки, белый селезень, курица китайская шелковая, утята, гуси. Утят воспитывает мама курица, которая активно высиживает яйца. И в дальнейшем именно курица занимается воспитанием. После того, как утята вырастают, их отправляют уже ко взрослым уткам, где они могут позаботиться о себе сами. – Расскажите, первый раз ли вы в дендрарии? – Первый. – Как вам? – Очень. Очень все понравилось, интересно. – Что вас особо впечатлило? – Ой, да все, прям нравится. – А вы от кого-то услышали про дендрарий? Как вы здесь оказались? – Ну, слышала давно, хотела приехать, а вот надумали. – Собрались. – Ну, расскажите, деточки, а вам как? – Нормально. – Нормально? – Красиво. – Что понравилось очень сильно? – Утки. – Много всего. – Утки? – Да. – Не укусили? – Нет. – А тебе что понравилось? – Много всего. – Растения какие-то? – Лопусы, как тебе? – Нормально. – Нравились? – Да. – А вы ради каких-то особенных растений сюда приехали посмотреть? Или просто в целом? – Да нет, в целом вообще посмотреть на природу, растения, животных. – Еще раз будете приезжать? – Да. – Амурский городской дендрарий ждет своих гостей ежедневно. Природа, дружелюбные животные, приветливые работники. Также на территории имеется беседка, где вы всегда сможете отметить свое любое торжество в красивом месте и на свежем воздухе. Ирина Арабинская, Юрий Щетина, телеканал Амурск. Продолжение следует.